Чтобы смотреть мои видео самым первым, скорее ставь лайк, подписывайся и включай колокольчик. Ну и не забывай, что оставив комментарий, ты можешь увидеть свой канал в следующем видео. Короче говоря, комедийный боевик. Ну, честно говоря, сегодня настроил меня прям полный отстой. Мамка попросила меня посидеть с мелким, не то чтоб я прям недолюбливал Жорька. Блин, кого я обманываю, да я своего мелкого братца просто ненавижу. Он вечно меня бесит, вот вчера, например, решил я поменять лампочку в светильнике. Жорик, ты меня подстрахуешь, чтобы я не бахнулся? Конечно, подстрахую. Вот ты славно. Вот же чёрт, я так и знал, что тебе нельзя доверять. Ты говнюк, почему стол не придержал? Надо было стул держать, просто сказал подстраховать тебя. Я и страховал. Ты когда падал, я пытался тебя словить. Но ты в итоге свалился в другую сторону. Тупица безмозглая! Сам такой. Вот до сих пор понять не могу, в кого он такой дурачок. Вся наша семья нормальная, кроме мелкого. Но да ладно, сейчас не об этом. Самое главное теперь это придумать, как нам убить время, пока мамка не вернётся. Смотреть фильм не хочу, ведь Жорик любит ужастики. А я после них уснуть не могу. Приставку с ним играть тоже неохота, я его вечно выигрываю. Может в приставку порубимся? Нет. Что, проигрывать надоело? Да нет. Просто не хочу играть. Ты просто понимаешь, что я чемпион. Ага, чемпион. Мне просто пару раз не повезло. Ну окей, пару сотен раз. Вообще какая разница? Решил лучше позвать Андрей, чтобы не скучать нам вдвоём. Ну брат был очень увлечён к каким-то делам. Оказывается, он зависел на образовательной платформе Скиллбокс. Пока что вообще ничего не вдукляю. Но очень любопытно. Можешь подробнее? Конечно. Благодаря Скиллбокс любой человек может освоить такую крутую профессию, как сценарист. Сценарист? Да. Именно сценарист создаёт захватывающие истории для кино, игр и сериалов. Интрибующие. На курсе «Профессия сценариста» вы создадите свой первый сценарий и сможете начать карьеру в кино, либо игровой индустрии. Вау! Во время обучения вы создадите три итоговых проекта. Сценарий пилотной серии сериала, сценарий фильма и видеоигры. После прохождения курса «Как написать сценарий» вы получите возможность презентовать свой проект действующим продюсерам из киноиндустрии. Также у вас будет отличная возможность попасть в видеомастерскую, чтобы разработать и выпустить свой видеопроект, лично пообщаться с режиссёрами, сценаристами и операторами. Это то, что мне нужно! Длительность обучения рассчитана на 12 месяцев, но курс можно проходить в комфортном для вас темпе. А что насчёт оплаты? Первый платёж можно внести через 6 месяцев обучения или оформить беспроцентную рассрочку. Все сопутствующие расходы скиллбокс берёт на себя. Также при покупке курса вы получаете вот английского. А по моему кромо-коду здесь стоит очень приятная скидка. И второй курс меньшей стоимости. А где подробная информация? По ссылке в описании. Либо по QR-коду на экране. А, мне пора! Теперь я знал, как убить время Жорика. Мы напишем сценарий и снимем бомбический кинчик. Сначала Жорик не одобрил мою идею, но я быстро нашёл способ, как его заинтересовать. Для начала нужна идея, которой, к сожалению, у нас не было. Мы долго ломали голову. И в конце концов я придумал. Сценарий писать не будем, у нас нет на это времени. Так. Мы продемонстрируем настоящую импровизацию. Хм, прикольно. Снимем боевик. Нет, я не хочу снимать боевик. Лучше комедию. Нет, только. Я не люблю комедию. Ладно, Жорик. Так уж и быть. Снимем комедийный боевик. О, другой разговор. Комедийный боевик. Про ограбление. Хм, а это мысль. Прям как в один дома. Ты малыш, который остался один. А страшный грабитель захочет обокрасть твой дом. Гениально. А что буду я делать? Ты, ты, ты будешь прятаться, чтобы грабитель тебя не кокнул. Ох, ладно. Теперь нам нужно было найти актера, который исполнит роль грабителя. Я нашел объявление в интернете и договорился с профессионалом. Правда, услуги его стоили недешево. Денег у меня было не так уж и много. Ой, кого я обманывал. Их у меня вообще не было. Но не беда. Ведь я знаю, у кого бабки есть. О! Положи мою свинку на место. Шурик, пойми, без твоей копилки никак. Поверь, когда мы снимем фильм и получим Оскар, тебе уже не понадобится эта свинья. Надеюсь, все получится. А иначе и быть не может. Тёмно, ты прежде, а я в гаражах искать камеру. Долго искал ее и наконец-то нашел. О, вот как раз наш актер. Ох, какой молодец. Еще не успели начать съемку, а он уже вжился в роль. Не переживайте, я все понял. Вы уже играете свою роль, поэтому я снимаю. Вы уже начали. Ага. И что мне делать? Пугайся и прячься. Все, что как по маслу. Сначала мы показали, как грабитель выносит ноутбук. Затем аквариум с рыбками. Потом батин велосипед. Ну и заодно компуктер моего брата. Наш актер хотел еще снять телевизор, но он оказался слишком большим и тяжелым. Поэтому телек мы оставили в покое. Журик все это время бежал как девчонка. А я снимал его как настоящий профессионал. И очень гордился своей работой. Вскоре мне позвонили. Алло. Да. Той сон стал хоха. Зачем от меня тюнки? Мы уже все отсняли. Что значит с кем? С вами. Вы хорошенько сыграли роль грабителя. Отлично обчистили наш дом. Спасибо вам. Не понял. Как это возможно? Я только что снимал вас на свою камеру. Это были не вы? А кто? Дед, ты кто? Алло. Алло. Вот гад. Трубку кинул. Хулика. Ты кретин. Малой, ты страх потерял. Нас по-настоящему ограбили. Это как? А вот так. Стоп. Ты хочешь сказать, что это был не актер, а настоящий грабитель? Ага. И мы ему сами позволили нас обокрасть. Ага. Полный трындец. 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 Так. Спокойно. Ты же все заснял. Сейчас позвоним в полицию и покажем им запись. Да. Точно. Ты прав, Жорин. Молодец. Это гениально. Что такое? Так это, я запись забыл включить во время съемки. Ну все, ты попал. Андрей тебя за компьютер точно прибьет. Хорошо, что грабитель хоть рыбок моих не забрал. Забрал. Что? Аквариум своими рыбками он тоже забрал. Молились. Жорик, спокойно. Не надо. Не надо, Жорик. Надо, Колька. Надо. Это был спокойный день. Я сидел дома и занимался своими делами. Внезапно мое спокойствие потревожил звонок в дверь. Андрей! Андрей! Что такое? В двери звонят. А чего сам не откроешь? Не могу, я занят. Чем? Я концентрируюсь, чтобы научиться читать мысли. Что? Какие мысли? Тихо. 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 Ну ладно. В принципе, я уже давно должен был к этому привыкнуть. Брат открыл дверь. Он долго разговаривал с каким-то незнакомцем. Потом этот незнакомец отдал конверт и ушел. И кто это был? Почтарен принес пенсию бабки Зинки, а ее дома нет. Так она же недавно переехала. А, ну да. Видимо, по ошибке отправили на старый адрес. Я обрадовался. Давненько мне так не везло. Я как раз хотел купить себе новую игру. Денек сегодня удачный. Ну что, делим 50 на 50? Очкастый, ты офигел? Ладно. Давай тогда 60 на 40. Малой, ты с ума сошел? Мы не будем делить чужие деньги. Ты пойдешь к бабке Зинки и отдашь ей пенсию. Понял? Что? А почему я? Потому что я занят. Я концентрируюсь, чтобы научиться не видеть дурачка у себя в квартире. Не понял. Какого дурачка? Ой, кто здесь? Кто это сказал? Ну да, ну да. Делать мне больше нечего. Вот почему я должен давать пенсию бабке Зинки. Это ведь почтальон ошибся. Следовательно, он и виноват. Все решено. Я спрячу бабки и дело с концом. Коля, я все вижу. Ой, какой ты внимательный. Все ты видишь. Ладно, так уж и быть. Поднесу пенсию. Бабка Зинка переехала недалеко. Поэтому долго искать не пришлось. Я подошел к ее двери и начал названивать. Никто не открывал. Я постучал. Тишина. Потом заметил, что дверь приоткрыта. Видимо бабуля глуховатая стала. Я прошел в новую квартиру бабы Зины. До этого тут не был, поэтому немного волновался. Еще раз позвал бабку, но ее нигде не было. В итоге я психанул, просто положил конверт на стол и собирался уже уходить. Как вдруг заметил запущенную контру. Что? Бабка Зинка в контру играет? Ничего себе. У нее глобал элит? Да ладно. Навалить штаны можно. Но дает бабулька. Внезапно почувствовал запах чего-то вкусного. Так я очутился на кухне. Походу бабка Зинка недавно испекла печенье. Конечно же я не смог удержаться. С таким наслаждением кушал, что не заметил, как прошло время. И вдруг в коридоре послышались шаги. Зинка вернулась. Я испугался. Вряд ли смогу объяснить бабке, почему я нахожусь у нее в квартире и кушаю ее печенье. У меня оставался только один вариант. Спрятаться. Это я и сделал. Дождусь, пока она снова уйдет и потом сам свалю. Бабка Зинка зашла в комнату и начала разговаривать с кем-то по телефону. Прошло уже два часа. А я все прятался за кроватью. Мои ноги сильно затекли и ужасно болела спина. Но я держался. Поговорив по телефону, бабуля решила переодеться. И то, что я увидел дальше, было страшнее любого кошмара. После стриптиза от бабки Зинки меня уже ничем не удивишь. Я пережил ужасное и уже планировал выпрыгивать через окно. Но, к моему счастью, старая стриптизерша наконец-то свалила. Это мой шанс на спасение. Я побежал к двери. Черт, она оказалась заперта. Наконец-то спасение. Алю, стоять. Здрасте, баба Зина. Говнюк, ты что тут делаешь? Никак оборубить меня пришел. Да нет, что вы, я, я пришел навестить вас. Как ваша спина, кстати? А что это у тебя в трудах? Вонючий случай, походу, случайно захватил бабкину пенсию. Так это своя пенсия. Бабабуль, бабуль, я все объясню. А я думаю, куда идти, моя пенсия пропадает. А оказалось, да ты ее воруешь. Бабуль, нет. Смотрите, тут что-либо нашимся, привез на старательность. А я решил вернуть ее. Ой, не знаю. Хитрый ты малый. Мне показалось, что ты как раз-таки сбежать хотел. Вместе с моей пенсией. Вдруг ты вор? А ну, пойдем поговорим. Нет, нет, бабуль, я не вор. Честное слово, честное пионерское отпустите. Стой, 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 не спеши уходить. На нашем канале ты найдешь очень много позитивных видео. Поэтому посмотри их все. Желаю тебе удачи, никогда не скучай и всегда улыбайся. Субтитры сделал DimaTorzok